Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя. Количество инвесторов на московской бирже в последние несколько лет удваивалось практически каждый год. Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов росло еще гораздо более быстрыми темпами. У меня на канале есть немалое количество видео о плюсах индивидуального инвестиционного счета. Я активно призываю открывать индивидуальные инвестиционные счета, но в сегодняшнем видео мы поговорим о подводных камнях индивидуального инвестиционного счета. Итак, первый подводный камень ИИС это то, что ИИС открывается минимум на 3 года. Причем отсчет вот этих самых 3 лет, он начинается не с того момента, как вы внесли деньги на ИИС, а с момента, когда вы подписали договор с брокером и открыли этот самый индивидуальный инвестиционный счет. На меньший срок ИИС открыть нельзя, иначе вы потеряете те вычеты, те налоговые льготы, которые открывает для нас с вами индивидуальный инвестиционный счет. Второй подводный камень ИИС заключается в том, что одновременно вы можете открыть на одно лицо только один индивидуальный инвестиционный счет. Вы можете открыть один индивидуальный инвестиционный счет, он у вас проживет 3 года, вы можете его закрыть, открыть новый, но иметь 2 индивидуальных инвестиционных счета, открытых на одно лицо, одновременно нельзя. Третий подводный камень ИИС это то, что вы должны иметь официальный доход, для того, чтобы получать вычеты от внесения денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. Если у вас нет официального дохода, если ваш работодатель не платит за вас 13% по доходу налога, то у вас остается один единственный вариант. Это открыть индивидуальный инвестиционный счет, рассчитанный на то, что с любых доходов, которые вы будете на нем получать, вы не будете платить налоги. Да, этот тип инвестиционного счета тоже присутствует, да, он тоже интересен, но им есть смысл пользоваться только уже опытным инвесторам или тем инвесторам, соответственно, у которых нет официального дохода. Четвертый подводный камень индивидуального инвестиционного счета – это риски фондового рынка. Довольно часто можно услышать о том, что ИИС преподносится как гарантированный способ получения дохода. Да, гарантированно можно получить вычет в размере 13%. Да, гарантированно можно получать выплаты, например, от купонов по облигациям федерального займа. Но при этом, тем не менее, когда мы открываем любой брокерский счет, будь то обычный брокерский счет или брокерский счет ИИС, в любом случае остаются риски фондового рынка. Если вы будете покупать какие-то акции, если вы будете покупать какие-то рискованные облигации, если вы, может быть, будете торговать ETF-ами или еще чем бы то ни было, риски фондового рынка все равно сохраняются. Фондовый рынок, он может не только расти, как это было в последние несколько лет, он еще, напомню, может и падать. И в этом случае в ИИС тоже можно потерять деньги. Пятый подводный камень ИИС заключается в комиссиях брокеров и тех дополнительных услугах, которые вам брокер может, ну, давайте назовем это так, навязать. Довольно часто можно встретить истории, когда люди приходят к брокерам, открывают индивидуальный инвестиционный счет, и брокер предлагает им деньги, размещенные на ИИС, инвестировать, например, в какие-нибудь структурные продукты, инвестировать в какие-то рискованные облигации, либо, может быть, в какие-то акции, составить какой-то портфель и так далее. Здесь очень важно понимать, что брокер не будет отвечать перед вами за результаты вот этого самого портфеля, он не будет отвечать за результаты вот этой дополнительной услуги, а комиссию свою обязательно за то, что вы будете пользоваться этой услугой, он возьмет. На мой взгляд, если вы не профессиональный инвестор, самая простая история для вас, это открыть ИИС, который дает возможность получить налоговый вычет 13%, купить на деньги на ИИС, соответственно, облигации федерального займа, получать выплаты купонного дохода по ОФЗ, и, собственно, иметь свой гарантированный доход без каких бы то ни было дополнительных услуг вашего брокера. Итак, ну и заключительный шестой подводный камень индивидуального инвестиционного счета это то, что, к сожалению, пока на данный момент вычеты от индивидуальных инвестиционных счетов не приходят нам с вами автоматически. Для того, чтобы получить вычет по ИИС, нужно будет как минимум на сайте налоговой заполнить налоговую декларацию. Здесь тоже есть свои определенные подводные камни. У меня, допустим, была такая ситуация, когда я оформил 3НДФЛ, налоговую декларацию, сделал я это через сайт налоговой, в итоге пришло огромное количество сообщений от налоговой, среди вот этого огромного количества сообщений я не заметил одного самого главного, в котором было написано, что мне отказано в получении налогового вычета, отказано в приеме документов. Я, причем, за вот этим большим количеством сообщений от налоговой, вот это одно единственное сообщение просто не заметил. Жду месяц, два, три, четыре, деньги почему-то мне так и не приходят. Я прихожу в налоговую, говорю, а в чем дело? Я вот подал декларацию, мне почему-то ничего не пришло. Первая реакция, которая была у налоговой инспектора, это была реакция типа того, что что-что, налоговый вычет, инвестиционный счет, это выглядит вообще о чем? При этом индивидуальный инвестиционный счет действовал уже на протяжении нескольких лет, а налоговый инспектор просто об этом даже и в принципе ничего не знал. Но в итоге мы разобрались с ситуацией и выяснилось, что действительно я просто не заметил одно единственное сообщение, которое мне пришло с отказом, а отказ был просто формальный автоматически, потому что у них там что-то было с системой. В итоге мне пришлось еще раз подать налоговую декларацию, снова ждать 4 месяца, и только после этого я получил свой заветный налоговый вычет. Поэтому, когда будете подавать налоговую декларацию, обязательно проверяйте, чтобы не просто у вас все было заполнено правильно, а чтобы еще и налоговая, обязательно все ваши декларации, все ваши документы подгрузила, получила и, собственно, это вам обязательно подтвердило. Итак, вот такие вот 6 подводных камней ИИС я нашел лично у себя. Если вы, может быть, знаете какие-то дополнительные подводные камни, то напишите, пожалуйста, о них в комментариях. А на этом на сегодня все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видеороликов. С вами был Глеб Задоя. Успехов в инвестировании и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok